Всем привет! Продолжаем гулять по городам мира, знакомиться с достопримечательностями городов. Сегодня я хочу показать вам памятник Роланду в городе Бремен. Статуи возгрузили на рыночной площади в 1604 году. Конечно, это главная достопримечательность города. Не музыканты, которых мы все знаем, а именно вот статуя Роланда на центральной площади Бремена рядом с ратушей, напротив кафедрального собора. Я пользуюсь ресурсом Википедия, зачитываю оттуда. В 2004 году статуя Роланда внесена ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия человечества. Отважный рыцарь из средневековых французских легенд несет свою почетную службу в охране Бремена уже несколько веков. 10 июня 2004 года Бременскому Роланду исполнилось 600 лет. Сначала была деревянная колонна в честь Роланда. Она символизировала вольный характер гандейского города Бремена. Но по приказу архиепископа колонна была сожжена. Тогда и Бременцы установили каменного Роланда, который вот и стоит по сей день. Скульптура высотой 5,5 метров, а колонна с балдахином позади Роланда 10-10 метров. Надо сказать, что статуи Роланду достаточно много. Говорят их, в общем, порядка 55, но больше всего статуи 13 находится на территории Германии, Саксонии. Кстати, Наполеон хотел увести скульптуру Лувр. Но горожане сказали, что памятник не представляет особой ценности и, в общем, наполеон не стал его вести с собой. Во время Второй мировой войны памятник обнесли стеной в целях безопасности. Несколько раз реставрировали, однажды даже его полностью разобрали. В 1983 году пришлось заменить голову Роланду, а оригинал сейчас находится в городском музее. Если смотреть на Роланда, на груди отважного рыцаря, желтый щит украшен черным двуглавым орлом, символом вольного имперского города, со всеми привилегиями, дарованными городу легендарным императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой. Ну вот примерно все так немножко этой скульптуры, которая находится в центре города Бремена, в скульптуре знаменитого Роланда, народного героя, воспетанного в песне о Роланде, племяннику Карла Великого. Все, пока-пока, до свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова